Прыгать в высоту Иван Вьюжанин может долго. Наша съемочная группа практически не успевала за ним. Вот Иван Петрович готовится к прыжкам в длину. У него своя методика. Надо обязательно отсчитать 89 шагов, чтобы был правильный разгон и точное попадание. Кстати, в прошлом году Иван Вьюжанин установил рекорд России в этом виде легкой атлетики, прыгнув на 3 метра 16 сантиметров. Не успели мы настроить камеру, как Иван Петрович побежал. И это всего лишь тренировочная скорость. Как он бегает на мировых первенствах среди ветеранов можно увидеть на видеоматериалах. Вот кадры с финального забега на 400 метров в Бразилии. Вьюжанин в борьбе с Танако финиширует третьим, получив бронзовую медаль. Браво, Вьюжанин! Браво, Петрович! Выступать на международных соревнованиях среди ветеранов Иван Петрович начал в начале 2000-х годов, как вышел на пенсию. С тех пор объездил полмира и завоевал огромное количество призов. Это только часть медали, которую он достал из шкафа. Вот последний из чемпионата мира в Ницце 2015 года. Золото за бег на 400 метров и серебро за прыжки в длину. Но этой активной жизни у Ивана Вьюжанина могло и не быть, не поспорив он как-то со своим другом, который занимался спортом. Вот такой спор привел к тому, что вы с дивана встали, что называется? Вы знаете, в основном да. Я не мог, как он, мол, Федя мне сказал, что я у тебя выиграю. Не может быть, ты же толкатель, а я бегун. Ты мне никогда не выиграешь. Открылись назад. Вот он идёт сюда. Вот-вот назад. А зачем ты вперёд её выдвигаешь? Вот всё, всё. Несмотря на то, что Иван Петрович с 1954 года работал учителем физкультуры, сейчас у него есть свой наставник. Виктор Грузенкин сам рекордсмен ветеранского спорта и с удовольствием тренирует своего старшего ученика, хотя скорее давнего товарища по сборной, отмечая его особый жизненный настрой. Именно позитивное отношение к жизни, именно оптимизм, именно вера в то, что жизнь прекрасна. Солнце светит, природа наша изумительная, рыбалка наша лучшая, грибы наши, мы их собираем. Европа-то не может собирать, а мы собираем. Наши дачи и наш спорт. Ты сам для себя должен оздоровить себя. Никто тебе не поможет. Ни дядя, ни врачи. Я нет, я вам прямо в глаза говорю. И говорил, сколько выступал я перед аудиторией, перед ветеранами. Я говорю, забудьте дорогу в поликлинике. Она вам не нужна. Идите вот открывайте стадионы, спортивные залы и там берите здоровье. Вот где источник здоровья вашего. И в подтверждение своего секрета активности и долголетия уже в конце тренировки, Иван Петрович, которому, кстати, 82 года, поразминался с пудовой гирей и закрепил результат на тренажерах. И такие занятия для него обязательны три раза в неделю, кроме зарядки и ежедневных прогулок. Андрей Стердем, Алексей Гусев. Новости.